Добрый день! Выбирая растения на участок, мы хотим, чтобы они были зимы и морозостойки, устойчивы к болезням и вредителям, не требовали к себе особого отношения, были декоративны в течение всего года, быстро росли, чтобы культура была долговечна, и наши потомки могли гордиться делом наших рук, и еще неплохо было бы, чтобы растение соответствовало новым модным ландшафтных тенденциям. Ничего не забыла? Точно, забыла. Еще неплохо было бы, чтобы оно плодоносило, давая вкусные плоды. Мы перелопачиваем гору литературы, сидим на различных форумах и специализированных сайтах, и в конце концов постепенно наши требования снижаются, 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 и уже сама мысль о таких растениях кажется утопичной. Нам кажется, что в нашем климате ничего подобного быть не может, и нужно или распрощаться с мыслью, или уехать разбивать сад где-то в солнечной Италии, Испании или Франции. Но отчаиваться не надо. Есть множество видов и сортов растений, соответствующих этим требованиям. В этом сюжете я расскажу вам об одном из таких удивительных растений, которые соответствуют полностью всем вышеперечисленным требованиям. Итак, я хочу вам представить кедровую сосну. Растение, которое мы с вами называем кедром. Если разобраться, то это не одно растение, а целая группа. Но давайте по порядку. К кедровым соснам относят следующие виды. Во-первых, сосна сланиковая или кедровый сланик. Пинус пунела. Сосна кедровая европейская или европейский кедр. Сосна кедровая сибирская, опять же кедр сибирский. Сосна кедровая корейская или кедр корейский. Ну и, пожалуй, все. Что объединяет эти растения? Во-первых, длинная темно-зеленая хвоя, собранная по пять штук в пучок. Во-вторых, знаменитые кедровые орешки. К слову сказать, семена всех сосен съедобны. Просто у кедровых сосен семена достаточного размера для сбора. Кедровые сосны – это мощные крупные растения с густой и красивой кроной. Исключение составляет кедровый сланик. Но он стоит особняком от остальных кедровых сосен. Если бы меня спросили, какое растение я считаю абсолютно зимой и морозостойким, то кедровые сосны, несомненно, пришли бы первыми в голову. Искусственный ареал этих растений – от леса Степной до заполярного Кольского полуострова. Кедровые сосны спокойно переносят как низкую зимнюю температуру, так и высокую летнюю. Резкие перепады температур и возвратные заморозки для них не страшны. Поэтому в нашем регионе эти сосны нашли свою вторую родину. Начиная с 10-летнего возраста, кедровые сосны фактически не требуют от нас какого-либо вмешательства. Разве только раз в 3 года добавлять минеральные удобрения. Возможно устраивать душевание в особо жаркое лето. Ну и отслеживать фернеса и мочнистого червеца. Также с возрастом у кедра увеличивается годовой прирост. Вплоть до 50 сантиметров. Однако в молодые годы кедр не только медленно растет, порядка 50 сантиметров, но и подвержен различным грибковым заболеваниям. В этот период своей жизни кедровые сосны очень уязвимы. Молодые растения крайней числительности кислотности почвы. Щелочная или сильно кислая почва может привести к ослаблению саженца. Оптимальная кислотность это PH 6-7. Также молодые кедры необходимо регулярно поливать и обязательно, еще раз повторюсь, проводить душевание. Стоит помнить, что корневая конкуренция, уплотненная почва и в меньшей степени плохое освещение также могут привести к гибели саженца. Поэтому пока растение маленькое, мы регулярно под ним пропалываем сорняки. Следим, чтобы грунт был воздухопроницаемым. И несмотря на то, что молодые кедры теневыносливы, стараемся посадить растения на солнечное место. Еще раз повторюсь, что чем взрослее саженец кедра, тем проще за ним ухаживать. Однако не стоит гоняться за крупномерами. Такие саженцы недешевые. И посадка их обойдется не очень дешево. Оптимальный размер сосны кедровой в посадке до 2-2,5 метров высотой. Вообще о кедрах я могу говорить до бесконечности. Восхищаюсь их красотой, декоративностью в течение всего сезона. Вспоминаю, что издавна это растение было символом мощи и здоровья. Между прочим, кедровая сосна живет в среднем порядка 400 лет. И достигает высоту 40 метров. Хочу сказать, что кедровые сосны не только подходят нашему климату, но и идеально как семейное дерево. Также хочется отметить, что кедровые сосны, несомненно, являются плодовым растением. В нашем климате, где ассортимент плодовых культур крайне ограничен, кедр может стать частью вашего плодового сада. Да, кедровые сосны отличаются поздним плодоношением. В культуре вступают в период плодоношения где-то порядка 15-18 лет. В природе не раньше 40-ка. Да, семена возревают в течение полутора лет. Но поверьте, этого стоит подождать. Оно того стоит. И пульсы говорят, зачем русским лекарства, когда у них растут кедровые сосны. И это неспроста. Семена кедровой сосны, то есть орешки, богатые аминокислотами, большая часть которых относится к незаменимым для человека кислотам. Также цена и незаменима живица кедра. А какой отвар из хвои? Да, если перечислять все полезные свойства этого растения, то хватит на несколько сюжетов. И перед тем, как перейти к нюансам агротехники, я хотела бы отметить, что все кедровые сосны можно использовать для контейнерного озеленения. То есть выращивать как на балконах и лоджиях, так и на открытых террасах. Ну а теперь несколько слов о самой агротехнике кедровых сосен. Основные правила посадки не отличаются от посадки любого другого растения. Правда, есть несколько моментов, которые нужно учитывать. Они позволят вам в итоге иметь здоровый и прекрасный саженец. Первое. Нужно помнить, что особенностью минерального питания кедровых сосен является сильная потребность калия. Избыток азота в почве угнетающе влияет на его развитие. В первую очередь на развитие корневой системы. Исходя из этого, мы не злоупотребляем азотными удобрениями. Раз в несколько лет добавляем калийное удобрение. Можно добавить ту же самую калий-магнезию. Магний тоже крайне необходим всем хвойным растениям. Второе. Обязательно мульчируйте растения. Ежегодно добавляйте слой мульча. Во-первых, сосновая и лиственная мульча будет способствовать образованию придаточных корней. Напомню, что придаточные корни усиливают питание растения и ускоряют его рост. Во-вторых, не стоит забывать, что кедровые сосны являются микотрофными растениями. То есть отсутствие на корнях микоризы может служить одной из главных причин плохого роста и преждевременной гибели растения. А мульча все-таки всячески способствует развитию микоризы. В-третьих, слой мульчи сохраняет влагу в верхнем слое почве, что особенно важно при выращивании кедра на легких суписях. А на тяжелой глинистой почве предохраняет его корневую систему от выжимания в зимний период. Ну и в-четвертых, сорная культура под мульчой замедляет свой рост. При посадке нужно помнить, что кедр мощное растение. И минимальный шаг посадки 3-4 метра. Лучше 5 и больше. Четвертое, необходимо помнить, что корневая система кедровой сосны нуждается в воздухе. Поэтому грунт должен быть абсолютно воздухопроницаемый. Выполняя эти несложные правила, вы получите здоровое и красивое растение, которое станет украшением и горностью вашего сада на долгие годы. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!